Существует и другая популярная классификация. Аппаратно-зависимые модели описывают цвет применительно к устройству цветовоспроизведения. Мы говорим, что монитор работает в RGB. Почему так? Потому что в нем цвет создается лучами красного, зеленого и синего цветов, и так в сумме достигаются разные цветовые оттенки и яркость от черного до белого. Работая с монитором, удобно описывать цвет в тех координатах, которые используются этим устройством. Но при работе с принтером координаты будут другими. Там другие основные цвета и другой принцип их синтеза. Получается, что такие цветовые модели зависят от конкретного вида устройств. Скажу больше. Разные мониторы, например, имеют разные границы цветопередачи, то есть разный цветовой охват, разную яркость и контрастность. Мы говорим, что на этот случай существуют цветовые пространства. Они привязывают используемые нами модели к реальности. И действительно, существует множество цветовых пространств на базе RGB. Которые так или иначе стандартизуют монитор. В любом случае, цветовые модели, исходящие из способа синтеза цвета тех или иных устройств, мы называем аппаратно-зависимыми. К слову, та же модель XYZ, описывающая видимые человеком цвета, тоже в некотором смысле аппаратно-зависимая. Она же описывает возможности совершенно конкретного устройства, глаза. Впрочем, на этот счет есть и другое мнение. Она же не привязана к оборудованию, значит и независима от него. А человек он не устройство, он мера всех вещей, как говорили древние. Другая категория аппаратно-независимые модели. Однозначно описывают информацию о цвете. Здесь уместно вспомнить, что ранее упоминавшиеся перцепционные модели тем и отличаются от RGB, что представляют цвет в отрыве от способа воспроизведения на компьютере. Это определяет их место в классификации. Другой пример — универсальные модели. Раз они шире всех прочих и на реальном оборудовании их не воспроизвести, то, стало быть, и зависеть от возможностей этого оборудования они не могут. Вот и будут независимыми. Про XYZ уже обсудили. Она, конечно, привязана к возможностям глаза, но глаз-то человеческий, а не машинный. А здесь мы группируем по привязке к технике. ЛАП, помимо того, что удостоилась описания в толстой книге авторитетного автора, интересна еще и тем, что воплощает принцип разделения яркости и цветности, как в перцепционных моделях. Иногда эти универсальные модели, и ЛАПы, и XYZ, не выделяют в особый раздел, а записывают в перцепционные. Но разница все-таки есть. Перцепционные являются лишь другим представлением RGB, а у универсальных охват — это предмет их особой гордости. В случае с ЛАП он просто широкий, а в случае с XYZ это так еще и эталонный, показывающий возможности человеческого зрения. Не будем смешивать их с рядовыми, пусть и удобными моделями. В этой таблице получилось много пустых клеточек. Какие-то заполнить не получится. Например, я не знаю аппаратно-зависимых универсальных моделей. Это как-то противоречит само себе. Если модель универсальная, то как же она будет зависеть от какого-нибудь устройства? Другие клеточки мы можем заполнить, хотя и не все модели будем рассматривать детально. Вот, например, аппаратно-независимые субстрактивные модели. Если зависимая CMYK — это понятно, то что же будет независимой? Помните, мы говорили об основных цветах и способах синтеза цвета? Там выяснилось, что цвет у художников и полиграфистов формируется разным способом. У полиграфистов краска не смешивается, а печатается точками основных цветов, а художники цвета смешивают. Так вот, у художников основные цвета — это красный, желтый и синий. Они, конечно, привязаны к возможностям имеющихся пигментов, но это тоже в некотором смысле зависимость. Но не от устройств же они зависят. Так что запишем в аппаратно-независимые. А другую клеточку мы заполним без всяких «но». Есть целое семейство цветовых моделей, вернее пространств, используемых в графике, видео и телевидении. Мы про них будем подробно говорить. И они как раз привязаны к возможностям каналов связи и оборудования. Несмотря на то, что очень похожи на универсальную цветовую модель Lab. За разделение яркости и цветности запишем их в перцепционные. Это действительно значимый признак, который дает им преимущество перед РЖБ. Именно поэтому они используются, и именно это дает им массу возможностей. Запишем эти названия, а разберем их позже. Не пропустите, они нужны и важны. Осталась без внимания одна клетка – аппаратно-независимые аддитивные модели. Цветовых моделей для этой клетки я не назову. Поскольку могу только заметить, что за долгое время существования РЖБ были созданы различные цветовые пространства, которые, хотя и описывают цвет по тому принципу, как его формирует монитор, но все же дают более широкий охват, отрываясь от возможностей неких стандартных устройств. По крайней мере, пытаются. С некоторой натяжкой можно записать эти цветовые пространства в аппаратно-независимые, хотя это в значительной мере условность.